Хорошо отдохнуть за границей и естественное желание многих нижегородцев теперь превращается в цель, которую не так-то легко достигнуть. На протяжении нескольких дней федеральные телевизионные каналы рассказывают о несостоятельности крупного туроператора «Лабиринт», который работал с 1995 года. Жертвами оказались несколько десятков тысяч отдыхающих, в их числе и нижегородцы. Нижегородские турагентства, которые работали с «Лабиринтом», сейчас активно стараются помочь своим клиентам. Почему так происходит? «Совокупность факторов и уже конец сезона, потому что когда идет начало продаж, мы еще ожидаем, вот сейчас будет приток, вот сейчас будет приток, а в конце августа уже надо подводить итоги. А долги не выплачиваются, продажи, объем продаж снижается, не увеличивается, а долги растут. Что принимать, какое решение принимать бизнесмен? Я больше не могу это тянуть. Все. Пах». Страдают от этого и турагентства, и сами туристы. Ведь ни те, ни другие не могут самостоятельно узнать, на грани банкротства находится оператор или нет. Одному из туристических агентств, с которым нам удалось встретиться, можно сказать, повезло. На сегодняшний момент ни один их клиент не приобрел путевку от «Лабиринта». «У нас, наверное, договоров, я думаю, операторов 30. Где-то примерно, но основные, более-менее известные операторы. Как нас коснется, я считаю, что просто сейчас все основные туроператоры, которые все-таки останутся на рынке, они повысят цены на туристические путевки. И, соответственно, возможно, упадет спрос. Потому что, ну, во-первых, спрос упадет не только по причине повышения цены. Я думаю, еще упадет, потому что просто люди уже будут бояться сейчас что-то брать, потому что уже на заранее купленные путевки уже звонят и спрашивают, что дальше нам делать». Обжегшись на молоке, дуешь на холодную воду, гласит народная пословица. Не стоит поддаваться панике. Если у вас все в порядке с договором, который заключает при приобретении путевки, то почти всегда деньги можно вернуть. Поэтому будьте максимально внимательны, читайте договор. «Который называется «Договор о реализации туристского продукта». И он должен содержать в себе абсолютно все правила по законодательству. Если договор маленький, три странички, или он называется «Договор купли-продажи», или «Договор возмездного оказания услуг». Такие договора страховая компания не принимает. Между тем, у Нижегородцев есть свое мнение в отношении ситуации с лабиринтом. «Я сама с лабиринтом не путешествовала никогда. Я все равно стараюсь какие-то компании с именем выбирать. Но у меня коллеги по работе в этом году очень хорошо съездили с лабиринтом, с этим же Крецию. Видимо, были последними, которые там отдохнули». «Если бы, скажем так, государство контролировало эти фирмы время от времени, нам не надо 10-20 этих операторов. Достаточно, я не знаю, как у тех же самых страховых компаний. Сделайте 5, в которые мы будем уверены, мы вложили деньги, мы туда поехали, отдохнули, проблем не будет». Самое главное – ответственно относиться к своему отдыху. И тогда ваши мечты об идеальном отпуске воплотятся в реальность. Продолжение следует... Продолжение следует...